Доброе утро! Вы смотрите новости и в студии Дарья Галкова. В Алтайском крае задержали мошенников, которые обманывали пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в беду». Только с начала этого года подозреваемые похитили 2,5 миллиона рублей у 17 пенсионеров, сообщают в региональном управлении МВД. И вот как работали мошенники. Они звонили жертве и представлялись близкими родственниками. Говорили, что попали в серьезную аварию и просили передать им деньги, чтобы избежать неприятных последствий. Как признались подозреваемые, такой способ нелегального заработка нашли с помощью популярного мессенджера. Именно там им предложили обманным путем выманить деньги у пенсионеров и переводить их на банковские счета организаторам мошеннической схемы. Около 10% от преступного дохода злоумышленники могли присвоить себе. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-соснового отдела уголовного розыска МВД России по городу Барнаулу во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска отделов полиции задержаны подозреваемые. Ими оказались два жителя краевой столицы. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отмечают, задержанные уже были ранее судимы. Сейчас сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Ежегодно с заявлениями на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет в регионе обращаются около 45 тысяч человек. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова. В последнее время сроки постановки на кадастровый учет, они существенно сокращены, составляют 1-2 дня. Вот к этому есть все предпосылки, есть возможность подать документы в электронном виде. Кадастровый инженер получил полномочия действовать с имени заявителя, вот уже несколько лет, чем, в общем-то, они пользуются. Функционирует личный кабинет кадастрового инженера, где можно проверить межевые технические планы. Также сегодня жесткие требования по срокам предъявляются и к работе самих кадастровых инженеров. Все для удобства горожан. Срок пополнения кадастровым инженером работ в отношении объектов бытовой недвижимости, это квартиры, дачи, жилые дома, земельные участки, установлен законом 3 рабочих дня. О спорте. Наездники и жакеи со всей Сибири соберутся в Барнауле на масштабных скачках. Участники с лошадьми приедут из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Тюменской областей, а также из Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай и Хакасии. Как сообщает городская администрация, на ипподроме краевой столицы пройдет Кубок губернатора Алтайского края. Это четвертый этап окружного соревнования Большого Сибирского круга. Его проводят уже в 16-й раз. В этом году участники поборются за 11 денежных призов общим фондом 2 миллиона рублей. Без возрастных ограничений. И в конце выпуска к новостям культуры. Новую книгу из серии «Литературное наследие Алтая» презентовали в Барнауле. Ее представил кандидат филологических наук Сергей Москов. Редактор-составитель книги рассказал о писателях, которому посвящено издание. Это Геннадий Панов, автор одного из поэтического переложения «Слово о полку Игореве» с древнерусского языка. Институт истории русской литературы «Пушкинский дом» включил этот текст в один из лучших переводов памятника литературы. Кроме того, Геннадий Панов издал 8 поэтических сборников, среди которых «Доброта», «Отрада», «Тихий колокол» и другие. Я собрал все сборники Геннадия Панова, которые выходили, и на свой филологический взгляд выбирал те тексты, которые он из сборника в сборник переносил, и они неоднократно публиковались, те, которые для меня имеют определенную художественную ценность, те, которые являются историческим памятником эпохи. И все это вместе вошло в одну общую книгу. Геннадия Панова они издавали уже, наверное, лет 25-30. Поэтому это большое дело, что к читателю он снова возвращается. К читателю 21 века. Добавлю, в серии «Литературное наследие Алтая» выпустили уже 8 книг. В этом году создатели планируют издать работы Николая Дворцова и двухтомный роман Ивана Кудинова «Русский остров». У меня к этому часу все новости. Оставайтесь на Катунь-24. Редактор субтитров А.Семкин